Множество людей ищут простое решение для быстрого и эффективного набора мышечной массы. И нужно отметить, что потратив много времени на набор массы натурально с последующими откатами, сделав много ошибок, я понял, что есть ряд упражнений, которых следует полностью избегать. Но есть и другие упражнения, без которых просто не обойтись. Я сократил этот список до 7 самых важных упражнений, которые обязательно должны быть главными в вашем плане тренировок для более эффективного наращивания мышечной массы. Не теряя времени на лишнее в кратчайшие сроки. Если вы будете выполнять эти 7 ключевых базовых упражнений, то вскоре уже начнете видеть невероятные результаты, построив главную силовую базу. Особенно это касается новичков. При этом, не важно, набираете ли вы сейчас или наоборот худеете, такой тип базового тренинга подходит для всего, а также независимо от того, на каком вы сейчас уровне. Давайте начнем с очень важного упражнения для верхней части тела, и это, конечно же, подтягивания. Если мы делаем широким хватом, то это одно из лучших упражнений для придания телу V-образной формы. Не можете подтягиваться, не волнуйтесь, я дам вам еще варианты, которые дают почти такой же результат. Но как только вы станете достаточно сильным для выполнения чистых подтягиваний, это станет вашим любимым упражнением. Оно в первую очередь прорабатывает ваши широчайшие бицепсы, а также немного вверх спины в районе между лопаток и трапецией. Также вы можете делать подтягивания обратным хватом, это когда вы беретесь обратным хватом снизу на ширине плеч. Согласно анатомии, такой стиль уже больше прорабатывает середину спины и бицепсы. Но лично на практике я и большинство моих подопечных чувствуют работу широчайших даже еще сильнее, за счет большей амплитуды, чем при широком хвате. Плюс вы сделаете гораздо больше по сравнению с первыми. И научившись делать такие подтягивания четко за счет спины, включая бицепс по минимуму, вы увидите даже еще большую отдачу. Поэтому каким хватом делать решать уже только вам. Попробуйте и так, и так, и выберите, который лучше всего работает на вас. Или же можете комбинировать. По технике, независимо от хвата, нужно прогнуться в спине, расправляя грудь и тянуться к перекладине, именно в верхом груди, разводя локти в сторону. А до момента, пока ваш подбородок не окажется выше перекладины, этого хватает. А если вы не можете подтягиваться с собственным весом, то чтобы развить силу тех же мышечных групп, вы можете использовать любой ледочный эспандер на первое время, или же сделать тягу верхнего блока. Также вы можете еще делать подтягивания в тренажере Гравитрон. Как только вы освоите подтягивания с собственным весом, попробуйте добавить дополнительный вес, прикрепив его к поясу подобным образом, или зажимая его между ног. Это самый лучший способ для увеличения интенсивности здесь. Кстати, в подтягиваниях, да и во всех тягах, есть еще очень важный нюанс. Многие, даже опытные, бывалые ребята отмечают, что в подтягиваниях и почти во всех тягах больше чувствуют работу бицепса, нежели чем спины. Частично эту проблему можно решить, взявшись за турник или штангу, скажем при той же тяге в наклоне, открытым хватом. Это когда мы обхватываем снаряд большим пальцем, то есть оставляем его сверху и не заводим снизу турника или штанги. Но возникает тогда другая проблема, это плохая цепкость. Из-за того же слабого хвата у нас быстрее устают предплечья, когда как мышцы спины могут еще. В этом случае мы можем нанести на ладони магнезию для лучшего сцепления. Хотя даже при этом все многие все равно не чувствуют хорошей работы спины. Поэтому, чтобы чувствовать в тягах именно целевые мышцы и быстрее растить силовые, проще и лучше использовать кистевые лянки или крюки. Благо сейчас их огромный выбор. Да вы и сами можете удостовериться, зайдя на Е-каталог. Вбиваем в поиск лямки и выбираем себе по душе и возможности. Если же у вас скромный бюджет, то в колонке подбор по параметрам вы можете задать подходящую для вас цену. Плюс к этому вы можете удобно отсортировать, скажем, от дешевых дорогим или наоборот. Так, а какие лучше брать, спросите вы. Смотрите, здесь представлены как обычные тканевые лямки, так и кожаные. Ну а также есть еще и с крюками. Скажем, если вы любитель брать большие веса в становой тяге или в подтягиваниях, то советую вам брать с дополнительными крюками. Если же вы подтягиваетесь со своим весом и ваши рабочие веса в тягах еще умеренны, то подойдут и обычные лямки. Все ссылки, ребята, я для вас оставлю в описании под этим видео. Следующее основное базовое упражнение – это жим штанги или гантели лежа на наклонной скамье. Жимы помогут вам построить в первую очередь грудные, а также захватить трицепсы передней дельты. Это одно из самых мощных движений для верха тела и лучшее для грудных мышц. При выполнении жимов от груди львиную часть времени вам следует делать именно на наклонной скамье, так как у большинства отстает именно вера груди. Известный американский тренер-физиотерапевт Брэд Контреррас с помощью электромиографа, прибора для измерения активации мышечных волокон, с помощью датчиков к работающим мышцам, замерял уровень электрических колебаний в них. В частности, для грудных показалось, что наклонные жимы лежа задействуют всю грудную мышцу целиком, в разы лучше, чем в обычном классическом жиме лежа, в котором грудь практически не включается, разве что у 2% людей. Теперь давайте поговорим об уровне наклона. Для того, чтобы равномерно задействовать всю грудную, нам нужно поставить скамью под углом 30-45 градусов. По моей практике 30 вполне хватает, чтобы равномерно задействовать всю грудную, хотя и верх груди включается в среднем на 10% больше, но это то, что нам нужно. На технике упражнений я останавливаться не буду, поскольку большинство это уже и так знает. Многие выработали свой стиль, а если даже и вы новичок, то легко можете найти подробные видео об этом в поиске на YouTube. А далее уже на практике выработать свой собственный стиль, конкретно работающий на вас. Следующее главное упражнение у нас – это тяга штанги в наклоне. Этим упражнением вы будете задействовать ромбовидные мышцы, которые сводят лопатки вместе, а также остальные мышцы в верхней части спины, развивая ее глубину, создавая тот самый S-образный силуэт спины при виде сбоку. Также плюсом, но уже в разы меньше, будут подключаться задние дельты и бицепс. Это одно из самых важных упражнений и для укрепления поясницы не считая становую тягу, потому что вы задействуете множество мышечных групп, включающихся во всех тяговых движениях. С помощью этого базового упражнения вы сможете поднять намного больше веса, чем если вы будете по отдельности изолировать любую из этих мышц. Закачивая ромбовидные мышцы и заднюю дельту, вы укрепляете верхнюю часть спины, что помогает поддерживать правильную осанку. Из-за того, что вы поднимаете больше тягощения, ваши бицепсы также получают предостаточной стимуляции. Опять же из-за большого рабочего веса, который вы бы вряд ли оселили в изолирующих движениях. Если у вас нет проблем с поясницей, я советую вам делать его на постоянной основе. Естественно, соблюдая правильную технику, не забывая про правильный прогиб в пояснице во время выполнения. Давайте перейдем к упражнению для нижней части тела, которое просто нельзя игнорировать, а именно к самому главному, так по мне, и это приседания со штангой. Если бы мне нужно было выбрать лишь одно упражнение, которое даст максимум силы, мощи и мышечной массы для нижней части тела, то я не придумал бы ничего лучше, чем приседания. С помощью этого упражнения вы сможете включить фактически все мышцы нижней части тела. Прежде всего квадрицепсы, и далее по уменьшению нагрузки, ягодицы, бицепсы бедер, икроножины, и даже нижнюю часть спины в статике в качестве стабилизаторов. Правда, это еще не все. Приседания с большим весом могут вам помочь укрепить центральную нервную систему, а это поможет увеличить хоть и незначительно выброс тестостерона и простимулировать выработку гормона роста, позволяя работать с более тяжелыми весами во всех других ваших упражнениях, что поможет эффективнее наращивать больше мышц по всему телу, а все это очень важно для натурального атлета. Ведь приседания очень естественное движение, которое, по моему мнению, может выполнить любой, у кого достаточно времени и практики. Но при этом его нужно выполнять правильно, иначе не будет не только пользы, но и также вы можете получить серьезную травму. Так что следим за техникой, которую вы также без проблем можете найти на просторах ютуба и гугла. Следующее, пятое, одно из моих любимых и самых важных и неприхотливых упражнений, которые вы можете сделать где угодно, это отжимания на брусьях. Преимущество отжиманий перед джимами в том, что за счет того, что во время них верхняя часть тела не опирается на скамью, а ступни оторваны от земли. Это требует большей стабилизации и активирует больше групп мышц. Плюс к этому, навыки и силы, которые вы развиваете с помощью отжиманий, будут перенесены в любую спортивную деятельность, в которой вы должны контролировать свой собственный вес. Они отлично подходят для внешней части груди. Это упражнение делает вашу грудь не только больше и шире. И по последним исследованиям, отжимания на брусьях задействуют в свою грудную мышцу целиком. В зависимости от манеры выполнения, вы можете поставить больше акцента в нем как на грудные, так и на ваш трицепс. Если вы делаете на широких брусьях с легким наклоном, расставив локти немного в сторону, то больше включайте ваши грудные, чем трицепс. Если же вы хотите дать трицепсу максимальную тренировку, и при этом уменьшить воровство нагрузки мышцами груди, нужно максимально убрать из движения сведение рук. Оставить подъем и опускание корпуса за счет разгибания и сгибания локтей. Иными словами, руки нужно ставить узко и локти в сторону не разводить. Старайтесь поддерживать максимально вертикальное положение тела. Передняя часть плеча при движении вниз будет ощутимо растягиваться. Не допускайте болевых ощущений в этой области. Как правило, рекомендуется сгибать руки до прямого угла. Однако здесь все индивидуально. Чем больше амплитуда, тем выше нагрузка не только на мышцы, но и на суставы. Следующее у нас упражнение на низ тела, а именно становые тяги. В то время как приседания больше задействуют квадрицепсы, становая тяга и ее разновидности, такие как мертвая тяга, помогут вам гораздо больше включить заднюю поверхность бедра. Однако, если мы говорим о классической становой тяге, она воздействует не только на бицепсе бедя, но и на внутреннюю поверхность бедра на приводящей мышце, а также на нижнюю часть спины, ромбовидные мышцы и трапецию. Из-за того, что задействуется так много больших, мощных мышц, вы опять-таки можете поднимать по-настоящему огромные веса, способствуя повышению тестостерона и большей выработке гормона роста. Это также одно из главных упражнений, которое, как и приседания, помогает укрепить вашу центральную нервную систему, повысить силу в целом и пользу от которой отразится почти на всех других силовых базовых упражнениях. И еще одно упражнение больше уже направленное на плечи, но как же без них, и это... Нет, не жим, ребята. Это подъемы гантелей или блоков через стороны. И вы, наверное, удивитесь, как же оно вроде не базово, но опять же, согласно беспристрастному исследованию того же Брэда Контререса посредством миографа, выяснилось, что это одно из лучших упражнений для среднего пучка дельт после горизонтальной протяжки на блоке. Хотя и горизонтальная протяжка задействует почти все пучки дельт. Но как мы вспомним, что в тех же жимах у нас превосходно работают передние дельты, а в тягах активно включается задний пучок дельт. А вот средний пучок дельт почти нигде не задействуется, из-за чего отстает у многих. Так что нам просто необходимо добавлять отдельное упражнение, если мы хотим круглые шарообразные плечи. И это упражнение просто невероятно в своей высокой эффективности, но только если выполнять его правильно. Самое главное выполнять махи с большим рабочим весом, соблюдая технику и множество важных нюансов. Вы можете накачать себе огромные круглые плечи, делая только махи для плеч, но у многих людей это никогда не получится, потому что это упражнение имеет много тонкостей. И если не знать эти нюансы, то средние дельты просто не растут. И вот так вот и родился миф о круглых плечах у химиков. Конечно же плечи растут и у натуральных бодибилдеров, и проблема покатых плеч не в применении витамин, а в неправильном выполнении тренировки для средних дельт. Подробную статью обо всех этих нюансах я оставлю в нашем телеграм-канале, где вы также еще сможете найти море полезных статей о тренировках и сохранении здоровья для достижения спортивного долголетия. Ссылочку вы найдете в описании. Итак, ребята, вот и все, всего лишь 7 упражнений, которых вам хватит, чтобы построить очень красивое и развитое тело. Благодаря этому вы теперь понимаете, что вам не нужно бессмысленно торчать в зале часами, выполняя ненужные и бесполезные упражнения. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если да, то ставим лайк и подписываемся на канал, попута кликнув колокол на графе все оповещения. А для вас же видео подготовил Алекс Митчелл, канал StrongSilence. Скоро увидимся!